В столичном роддоме вот уже больше 10 лет трудилась акушерка и чудесная женщина Анна Сергеевна Слепцова. Она была настоящим асом и профессионалом своего дела. Многие женщины старались попасть только к ней, так как были уверены, что роды пройдут без сучка и задоринки. Свою работу Анна очень любила. Каждый случай пропускала через себя и была абсолютно счастлива, когда слышала звонкий крик новорожденного малыша и видела слезы радости роженицы. Значит, еще на одного человека на планете стало больше. Ее уважали в отделении за талант и трудолюбие, хотя и недругов тоже хватало, как и везде. Муж ее был талантливым хирургом, брался за самые сложные операции и буквально вытаскивал пациентов с того света. К нему на консультацию записывались за месяц. Если в профессиональном плане у Анны все было отлично, то личная жизнь в последнее время никак не складывалась. Со своим мужем Славиком она познакомилась еще будучи студенткой. Парень учился на хирурга и подавал большие надежды. Их любовь была нежной, трепетной, как только что распустившийся цветок. Парень свою Аннушку просто обожал. Его сводили с ума ее жгучие, карие глаза и задорный смех, доброта и отзывчивость. Анне нравилось, что Слава не по годам серьезный и задумчивый, с ним было интересно и надежно. После свадьбы пара сначала жила в семейном общежитии. Они не замечали бытовых трудностей, жили каждой своей работой, а по вечерам, как и все, обсуждали, как прошел день, делились опытом, строили планы на жизнь и мечтали о детях. Годы летели, карьера у обоих шла в гору, семья обзавелась собственной квартирой, дачей, машиной. Не хватало только одного и самого главного элемента для семейного счастья – ребенка. Причем с каждым прожитым годом этот вопрос становился все острее и болезненнее в семье. Поначалу Славу с пониманием и терпением относился к тому, что Аня так долго не может забеременеть. Подбадривал ее, говорил, что все еще впереди. Хотя и не скрывал, что очень ждет этого момента, когда станет отцом. Почему-то Слава всегда мечтал иметь именно сына, мальчика, наследника. Он часто делился с супругой детскими воспоминаниями, как любил его отец, как гордился им, учил всему. Теперь пришел и его черед воспитывать сына. Женщина переживала, бегала по знакомым врачам, сдавала бесконечные анализы. Она соглашалась на любые схемы лечения, пробовала все, не раз ездила на лечебные грязевые курорты, но все было тщетно. Желанная беременность так и не наступала. Славик тоже нервничал, выговаривал ей, Аня часто ссорились, Аня часто плакала по ночам подушку. Господи, но почему все так несправедливо? Я каждый день помогаю чужим детям на свет появиться, а сама родить не могу. Ну, за что мне такое наказание? Я что, ущербная какая-то? Некоторые вон аборты по сто раз делают, детей своих бросают и ничего. А тут все на свете отдала бы, чтобы родить. Но ничего не получается. Они с мужем стали все больше отдаляться друг от друга. Он пропадал на работе допоздна, приходил молчаливо и уставший, и частенько шел спать в гостиную. Пара почти перестала общаться только на бытовые темы, куда-то испарилась вся нежность. Аня от этого было больно. Будто соседи по коммунальной квартире вместе живут, а не муж с женой. Женщина стала замечать, что супруг закрывается в ванной с телефоном и вообще не выпускает его из рук. Слушает ее в полуха, часто переспрашивает. Стал какой-то мечтательно рассеянный. А вскоре они донесли о его романе с операционной молодой медсестрой Юлией. Наша героиня плакала, изводила себя. Женщина не желала жить во лжи. Это было мерзко. Дома разразился скандал. Анна кричала в отчаянии. Да, мне все известно о твоих похождениях. Добрые люди донесли. Ты что, сдурил совсем? Зачем ты меня позоришь? Меня все смотрят как на дурочку. Обсуждают, как ты за моей спиной шашни крутишь с медсестричкой молодой. У тебя вообще совесть есть? Мы столько лет с тобой прожили. Чем она лучше? Или бес в ребро? Решил с молодой покуражиться. Ну что ж, молчишь. В рот воды набрал. Я объяснений жду. Она надеялась, что Славик испугается, будет извиняться, бросит любовницу. И они заживут как прежде. Ведь Аня любила мужа и готова была ему простить даже мимолетный роман. Но не тут-то было. Мужчина пристально на нее посмотрел и сказал. Ну, раз ты все знаешь, тогда даже лучше. Я люблю Юлю, и мы с тобой разводимся. Понимаю, как это звучит. Я в твоих глазах выгляжу предателем. Ты, наверное, вправе меня ненавидеть. Пойми, я хочу нормальную семью с детьми. Для меня это важно. Надеюсь, Юля мне вскоре подарит такое счастье. Квартиру оставляю тебе. Так будет честно. Развод подам сам. Не злись на меня, Аня. Я надеюсь, ты меня поймешь. Женщина была в шоке от такого предательства. Она беспрестанно кричала. Слава, да как ты можешь. Мы столько лет прожили. Ты же мне в любви клялся. Да, я не могу родить, это мой крест. Ты хоть знаешь, как это больно. Брать каждую смену младенцу на руки, помогать ему родиться и при этом понимать, что ты так никогда не сможешь. Но ведь можно же взять малыша из приюта. Почему нет? Ведь родители те, кто воспитали. Разве не так? Супруг замахал руками. Все это пустое. Я своего родного ребенка хочу. Чтобы растить его и видеть, как он на меня похож. Знать, что это моя частичка. Как ты не понимаешь, я никогда не смогу полюбить чужого ребенка. Уверен. А Аня все равно не сдавалась. Ну, может, тогда давай попробуем эко сделать? А вдруг повезет. Зачем же сразу разводиться? Это жестоко. Слава горько усмехнулся. Аня, мы оба медики. Кого ты обманываешь? Какое эко? Ты ведь сама знаешь, что это бесполезно. Пойми, я полюбил Юлю. Что мне теперь застрелиться? Не могу я больше жить с тобой. Давай не будем мучиться. Мне очень жаль, что нашей семьи больше нет. Извини. Я от тебя ухожу. Так они и расстались со Славой. И что самое обидное, его Юля и правда совсем скоро забеременела. Родила ему мальчика. Аня почему-то от этого было еще горче и больнее. Когда она впервые увидела, как молодая новая жена Славика катит коляску, а он гордо идет рядом и светится. Женщине хотелось тут же наложить на себя руки. До того это было горько. Эта безысходность ее просто убивала. Женщина с главой шла в работу, завела себе кота-мурчика, чтобы было хоть кого-то обнять да потискать. Так и жила с тех пор одна. Но каждый раз, когда ей по работе приходилось пересекаться с бывшим мужем, сердце по-прежнему елкало и сжималось. Хотя уже немало времени прошло после развода. Сегодня смена Ани была очень сложной. На скорой привезли женщину. Она рожала в ночлежке возле теплотрассы, среди бродяг. Еще и беременность многоплодная. Трой не оказалась. Конечно же, у бедной одетой нищенки не было никакой обменной карты. Так, впрочем, и документов. Акушерка осмотрела пациентку. На вид лет двадцать пять, не больше. Одежда не свежая, но по всему видно, бродяжничает не очень давно. Кожа и волосы в хорошем состоянии, и даже видны следы маникюра на руках. Женщина была очень перепуганной, держалась за живот и все время охала. Аня прощупала живот, обмерила таз, он был узковат для тройни. Да, и один из детей был повернут ножками вперед. Это четко прощупывалось. Крайне осложняло весь процесс. По всем показателям, ей стоило бы сделать кесарево сечение и голову не ломать. Но Аня почему-то стала невыносим и жаль Гримыку. Она понимала, что к ней потом явно никто не придет. А как ухаживать за тремя детками одной после операции? Да и препараты нужны будут. А кушерка решила рискнуть и принять естественные роды. Не терзать лишний раз тело женщины. Хотя медсестра Света сделала круглые глаза. Да вы что, Анна Сергеевна, она сама ни за что не родит. Это же очевидно. Давайте на операцию от греха подальше, а то вдруг чего проблем не оберемся. Роженица металась по кушетке и кричала не своим голосом. Как же больно, помогите. А Анна строго сказала медсестре. Прекращай наводить панику. Мы справимся. Готовь все. Потом обратилась к роженице. Так, Нина, потихонечку перекладываемся на кресло. У вас уже полным ходом начался родовой процесс. Медлить нельзя. Ваша задача сосредоточиться, успокоиться, слушать меня и делать все, как я говорю. Ясно? Верьте мне, все будет хорошо. Итак, на раз-два отужимся. Удивительно, но все получилось. И уже через четверть часа все трое малышей один за одним появились на свет. Они были маленькими, как котята, смешно морщились и пищали. Аня чуть ли не прыгала от радости. У нее получилось. Она чуть ли не кричала. Вот это да. Сама не верю. Хороший знак. Не часто в нашем роддоме трой не рождается, да еще и с тазовым предлежанием. Повезло, что все малыши некрупные. Мне пришлось даже резать. Редкая удача. Вы в рубашке родились, мамаша. И дети ваши тоже. Медсестра была шокирована. Но вы даете, Анна Сергеевна. Как вы лихо перевернули ребенка внутри. Вытащили. Я бы ни за что так не смогла. Цены вам нету. У вас просто талант. Нина, вы что молчите. Хоть бы спасибо, сказали о кушерке. Она вас от операции уберегла. Все дети живы и здоровы. А вам будто все равно. Ничего не понимаю. Впервые вижу такую реакцию. Света фыркнула, вышла и унесла малышей. А Аня присмотрелась к роженице. Та и правда вела себя весьма странно. Безучестно лежала, тяжело дышала и все. Будто она и вовсе не рожала только. А потом вдруг подозвала Аню и стала ей быстро шептать, озираясь. Анна Сергеевна, мне и детям угрожает опасность. Я не бродяга, просто бежала. Умоляю, прийдите малышей на месяц. Не на улицу же с ними идти. Я с ними пропаду. За ними ведь уход нужен. А у меня сейчас вообще ничего с собой нет. Я решу свои проблемы и заберу их, обещаю. Я слышала краем уха. Вы говорили медсестре, что через пару дней в отпуск уходите. Помогите, пожалуйста, всего на месяц. Мне больше некого просить. Это вопрос жизни и смерти. Аня была ошарашена услышанным. Нин, ты что, сдурела? Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Я ведь тебя совсем не знаю. А если ты бросишь на меня своих троих детей и попросту сбежишь? Как я могу быть уверена, что ты мне не врешь? Это ведь ответственность такая. Дети ведь не котята. Роженица вдруг расплакалась. Не поможете, да? Ну и пусть тогда нас убьют. Я на грани, мне все равно. Все внутри у Анны сжалось. Она чувствовала, что Нина сейчас не врет. Согласилась. Ладно, возьму так и быть. Жалко младенцу. Как называть их? Имена придумала? Эх ты, мамаша, хоть бы на руки взяла. Нина просветлела. Спасибо вам огромное. Мальчишек назову Коля и Сашка, а девочку Мила. Я заберу детей, не переживайте. Просто сейчас я сильно запуталась. Напишите мне ваш адрес, куда за детьми приехать. Уже через сутки, немного оклемавшись, Нина исчезла из роддома. Вылезла в окно и дала дёру. Персонал, узнав о том, что Анна Сергеевна согласилась смотреть за чужими малышами, стал её отговаривать. Поверьте, эта хитрюга не вернётся, знаем мы таких, навидались. Ей даже жить негде. Зачем дети нужны? Наверное, нагуляла от кого-то. С абортом тянула до последнего, а когда тройню увидела, и вовсе сбежала. Она их даже на руки не взяла. Покормить не пыталась. Нет в ней материнского инстинкта. Кукушка, зачем вам такая обуза? Хороший отпуск. Возиться с тремя новорожденными чужими младенцами. Оформим в дом малютки, как положено. Государство о них позаботится, раз они, собственно, и мамаши не нужны. Жалко малышей, конечно, но что делать? Хотя дело ваше, конечно. И только Аня знала, зачем это сделала. Целый месяц она сможет побыть мамой. Пусть это временно, пусть не навсегда. Она будет купать и кормить малышей, качать их, петь им колыбельные. Обычным женщинам просто невдомёк. Какое-то горе быть бездетной. Но на деле всё оказалось намного сложнее, чем Аня себе представляла. Мало того, что пришлось сильно потратиться, чтобы купить детям хотя бы минимум всего необходимого. Бутылочки, смеси, соски, пелёнки, распашонки, подгузники, ванночку, присыпки и так далее. Но и потом охватить одной сразу троих малышей никак не получалось. Пока кормила одного, тут же кричал в нетерпении другой. Мила была поспокойнее, спала дольше и не капризничала почти. А вот мальчишки задали акушерке жару. Дни летели со свистом. Отпуск подходил к кольцу, а Нина всё не приходило за детьми. Как и воду кануло. Аня с ужасом осознавала, что медсёстры были правы, и бродяга её попросту обманула. Вот где теперь её искать? Аня совсем о Нине ничего не знала. Женщина была зла на роженицу, негодовала про себя. Как так можно? Неужели сердце каменное? Не болит и не ёкает, зная, что собственные дети с чужим человеком. Правы были девочки. Кукушка. Она и есть кукушка. Но в то же время акушерка ловила себя на мысли, что с каждой минутой всё больше привязывается, начинает любить крошек. Когда она целовала их носики и прижимала их к себе, внутри неё взрывалась волна нежности и всеобъемлющей любви. Это была совсем другая любовь. Не такая, как к мужчине. Новая, доселе неведомая, но оттого не менее сильная. В один из дней в дверь её квартиры позвонили. Женщина открыла и ошалела. На пороге стояли трое накачанных огромных, как шкафы, мужчин, а за ним ещё один, респектабельный, лет тридцати пяти. Он явно был главным в этой троице. Они бесторемонно отодвинули Аню, как пушинку, в сторону и прошли в квартиру, даже не разувшись. Она стала возмущаться. Уважаемые, послушайте, вы кто и что вам тут нужно? Зачем явились? Может, вы дверью ошиблись? Я вас, по-моему, не приглашала в гости. По какому праву вы врываетесь в чужую квартиру? Я сейчас полицию вызову и буду кричать. Это же немыслимо. Телохранители расступились. Важный господин ответил. Вы ведь Слепцова Анна Сергеевна? Мои дети у вас. Я их родной отец и сейчас же забираю малышей. Скажите спасибо, что полицию не вызвал, а то разговор мог бы быть совсем другим. Женщина не собиралась так просто сдаваться, хотя, по правде говоря, сильно струхнула, ведь, по сути, она действительно детям никто и не имеет никакого права их у себя держать. Это незаконно. Тем не менее, она уверенно парировала. А почему, собственно, я должна вам верить? Чем вы можете доказать свое отцовство? Меня попросили присмотреть за младенцами, это правда. Их мать попала в трудную ситуацию, но я не собираюсь их отдавать первому встречному. Мужчина сменил тон и достал из портфеля бумаги. «Послушайте, Анна Сергеевна, я навела вас справки. Вы акушерка, прекрасный специалист, вас ценят и уважают. Вы просто принимали роды у этой Нины. И к вам я претензий не имею. Унимаю, вы в этой запутанной истории человек посторонний и, наверное, многого не знаете. Давайте для начала познакомимся. Меня зовут Иван Данилович Демидов. Я бизнесмен, владею сетью супермаркетов по городу. Мы с супругой по своим обстоятельствам решились на суррогатное материнство. Обратились к клинику репродукции. Все по закону, как положено. Выбрали по каталогу эту Нину, будь она неладна. Мне она сразу понравилась. Молодая, здоровая, все анализы в норме. К тому же у нее уже был собственный сын, значит, родит без проблем. Понимаете, для нас с супругой ребенок был последним шансом сохранить семью. С третьей попытки Нина все же забеременела. Все шло хорошо. Я лично следил за ее анализами, за состоянием, покупал витамины, возил на УЗИ, обследования. Следил за питанием и радовался, что беременность протекает без отклонений, несмотря на то, что тройня. Я уже представлял, как совсем скоро стану счастливым папой и строил грандиозные планы на будущее. Но все прошло не так, и за месяц до рода в это сумасшедшее сбежало. Вы хоть представляете, что мы пережили? Я чуть с ума не сошел, представляя в ужасе, где мои дети и что с ними. Нина даже записку не оставила, и мы вовсе не знали, где ее искать. Пришлось нанимать частных детективов. И вот спустя месяц, наконец, они нашли, в каком роддоме рожала Нина. Вот, посмотрите, у меня все документы на руках. Договор о сурматеринстве и даже фото нашей роженицы. Я могу сдать любые анализы, сделать генетическую экспертизу, и она докажет без сомнений, что я отец детей. Так что вы, женщина умная, сами понимаете, что я имею полное право их забрать домой. Наконец-то забрать. Он положил на тумбочку пачку денег. Вот, кстати, спасибо, Анна Сергеевна, что присмотрели за моими детьми. Помогли им благополучно на свет родиться. Это вам от души. Вы ведь сильно потратились, я понимаю. Слезы душили Аню. Ей так не хотелось расставаться с малышами, но она понимала, Иван прав, и она должна отдать ему детей. Женщина тяжко вздохнула и пригласила его в спальню. Все трое младенцев мирно спали на огромной кровати. Хозяйка сказала. Вы немного подождете? Я их покормлю, время подходит. Соберу все. Сейчас я расскажу, какую смесью их кормлю, как ухаживать за младенцами, чтобы вы знали. В осеннем комбинезончике это Сашенька, в зеленом Коленька, а в красном красотка Милочка. Девочка спокойная, с ней особых проблем нет, а вот Саша много плачет. Любит, чтобы его на руках долго качали, песенки пели. Так сразу и успокаивается. Как же вы будете с троими справляться? Вы ведь занятой человек. Иван ответил серьезно. Не переживайте, моя супруга домохозяйка. Если нужно, няню наймем. Я решу эти вопросы. Одевайте детей. Я спешу. Аня, скрипя сердце, собрала малышей. В последний раз прижала к сердцу, поцеловала щечки и прошептала. Прощайте, сладкие. Как же я к вам привыкла. Мне будет вас не хватать. Когда за бизнесменом закрылась дверь, квартира стала в раз какой-то пустой и холодной. Аня с безумными от горя глазами растерянно ходила из комнаты в комнату. Никого. Потом обняла кота Амурчика, упала на кровать. Она все еще пахла детками, молочком. Женщина разревелась. Ну, вот и все. Побыла мама и хватит. Хорошего понемножку. Как же жить теперь без Сашеньки, Коленьки и Милочки? Как раньше. Но разве так получится? Уже завтра ее первая смена после отпуска. Аня готовилась, гладила халат, собирала свои вещи. Вдруг в дверь снова позвонили. На пороге стояла запыхавшаяся Нина. Но теперь она вовсе не была похожа на нищенку. Одета в молодежный прогулочный костюм, за плечами модный рюкзак, свежая и пахнущая духами. Она влетела в квартиру и стала тараторить. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Как вы? Как дети? Много вам хлопот доставили. Где они, кстати? Что-то тихо у вас. Я поговорила с мамой и заберу их домой. Аня была зла на Нину. После всего того, что ей рассказал Иван Данилович, она даже видеть ее не хотела. Тебе не хворать. Опомнилась, значит. Поздно уже. Детей позавчера родной отец приехал и забрал. Бизнесмен Иван Демидов. Так что, ищи теперь у него. Всего хорошего. Нина закрыла лицо руками и расплакалась. Что же вы наделали? Зачем вы отдали ему детей? Их же убьют теперь. Я же просила вас. Аня вспылила еще больше. Знаешь что, красавица? Катись-ка ты отсюда. Сами разбирайтесь, кто кому детей вынашивал, кто рожал, а кто сбежал. Санта-Барбара какая-то, елки-палки. Меня во все это, пожалуйста, не втягивайте. Иван приехал с тремя охранниками. Предъявил мне все документы. Договор, заключенный с тобой, милая, между прочим. Там черным по белому написано, что ты обязуешься выносить и родить ему детей. Так, почему я не должна была отдать детей законному отцу? Тем более, что ты пропала. Ни слуху, ни духу. Вот нахалка. Еще и претензии предъявляет. Нина плакала и говорила. Знаю я. Сама во всем виновата. Нужно было еще тогда в роддоме все вам рассказать, но я не решилась. Думала, вы мне не поверите. Извините, что налетела с порога. Просто я очень боюсь, что с детьми произойдет что-то ужасное. Им правда опасность грозит. Я ведь поэтому и сбежала. Ладно, все по порядку расскажу. Понимаете, я ведь не бродяжка, обычная женщина. Живу с мамой старенькой и сыном. Его Илюша зовут, ему всего пять лет. С отцом ребенка мы в разводе. Алименты он не платит. Отказался от сына, и я все тяну на себе сама. Работала кассиром до беременности. Год назад сын катался с друзьями на велосипеде и упал неудачно. Кубарем с горы полетел. Врачи сделали, что могли, но, увы. Илюша инвалидом остался на костылях теперь ходит. Нога неправильно срослась. Ему нужна дорогостоящая операция, и ее только за границей делают. Сыночек страдает, плачет часто, ножка болит, и хочется ему, как другим обычным детям, бегать и резвиться, а вынужден безвылазно дома сидеть. Да и мама болеет сильно, у нее астма, приступы сильные. Врачи руками разводят, рекомендуют переезжать жить к морю. Там климат мягче. Сами понимаете, на зарплату официантки сильно не разгонишься, да и на операцию нереально насобирать. Я была в отчаянии. Понимала, кроме меня сыну никто не поможет. Именно по этой причине я и решила стать суррогатной мамой. А как иначе я найду такие деньжищи? Встала на учет в клинику репродукции. И меня довольно быстро выбрала семья Демидовых. Да, богач действительно хотел ребенка. Он хороший человек. Детей у них не было, хотя и жили вместе уже несколько лет. У мужа были проблемы со здоровьем. Выход только оплодотворение в пробирке. С дальнейшей пересадкой плода женщине для вынашивания. Но жена резко отказалась, была категорически против. Якобы не позволяет здоровье и за фигуру переживала. Пусть, мол, другие рожают. Я тогда согласилась заключить с этой семьей договор, потому что остро нуждалась в деньгах. Это был мой единственный шанс спасти сына. Иван Данилович оказался мне приятным и воспитанным человеком. Мы заключили договор. Все у нас получилось, хоть и не с первого раза. Пришлось через многое мне пройти. Нервы ушли. И вот, наконец, с третьей попытки я забеременела. Но бизнесмен прописал в договоре, что я должна переехать к ним в семью на время беременности, чтобы они лично могли следить за моим здоровьем. Видит, что я хорошо питаюсь, не имею вредных привычек. Мне, конечно, не хотелось с сыном разлучаться на такое долгое время, но контракт есть контракт. Мама сказала, что так даже лучше, а то, как, мол, ребенку своему будешь объяснять, откуда живот огромный. Я сказала Илюше, что меня в командировку отправляют на долго. Обещала звонить по видеосвязи каждый день. И я переехала. Поначалу все было хорошо. Вот только жена бизнесмена смотрела на меня как-то странно. Мне даже не по себе становилось. Я старалась побольше гулять во дворе или в своей комнате сидеть, чтобы не мозолить ей глаза лишний раз. Думала поначалу, что Лена ревнует меня к мужу, но согласитесь, не каждой женщине приятно наблюдать, как другая на ее глазах дитя от собственного мужа вынашивает. А потом мне их кухарка Зина все рассказала. Оказывается, супруга вовсе не любила Ивана Даниловича, а вышла замуж по расчету. Сама-то она никто, простая певичка из кафе. Можно сказать, счастливый билет вытащила. Богач, без памяти влюбился. Лена со временем привыкла жить в роскоши и в богатстве, имела молодого любовника и дети вовсе не входили в ее планы. Именно поэтому она и не захотела их сама вынашивать. Зина обожила, что не раз видела, как только бизнесмен в командировку Лена тут же куда-то уезжает. Возвращалась поздно, на веселе, потом весело щебетала по телефону, что ее осел ни о чем не догадывается, а рога уже и в самолет не влезают. Я, конечно, была шокирована, но не вмешивалась. Как говорится, чужая семья потемки, не мое это дело. Мало ли, как богатые живут и развлекаются. А когда до родов оставался месяц, Лена подошла ко мне вечером в спальню и зашептала. «Избавься от детей, слышишь? Вот тебе таблетки. Выпьешь три на ночь и три утром. Должны мертвые родиться преждевременно. Я тебя озолочу. Заплачу вдвое больше, чем в договоре прописано. Тебе чужие дети точно ни к чему. А мне эти отпрыски и даром не нужны. Иван ни о чем не узнает. Давай соглашайся, сама же говорила, деньги позарез нужны. Мне стало жутко и страшно. Я понимаю, конечно, дети не мои, я их только вынашиваю, но... Они же живые. Как я могу так поступить? И потом, что со мной будет? Я ведь тоже могу умереть. Эта дикость не укладывалась никак в моей голове. Я отказалась. Тогда Лена зашипела. «Ну, смотри, мерзавка. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Значит, я сделаю это. Я уже их ненавижу. Я не собираюсь с ними цацкаться. Ясно тебе? Тебе лучше исчезнуть навсегда, если хочешь жить спокойно. А иначе тебе этим гаденышам не поздоровиться». Она ушла, хлопнув дверью. Первой мыслью было бежать к хозяину и все ему рассказать, но он, как на грех, был в командировке. Должен был только через день приехать. От одной мысли, что я буду находиться с этой ненормальной вдвоем в доме все это время, мне уже стало не по себе. Неизвестно, что она задумала. Я в попыхах оделась и тихонько выскользнула через задний двор. Так и сбежала. Месяц по заброшкам скиталась. Домой идти боялась, чтобы не подвергнуть риску свою семью. Не знала вовсе, что делать. Страшно было словами не передать. Один раз на меня ночью собаки напали, чудом не искусали. Мерзла, плакала, думала, как быть. Тупик какой-то. Найти Ивана и все ему рассказать? Он не поверит, я уверена. Я видела, как он любит Лену. Наверное, уговорит меня вернуться к ним. А что тогда? Лена ведь не успокоится. Вы бы видели, с какой ненавистью она это мне говорила. Я уверена, она не угомонится, пока не избавится от малышей. Роды застали меня на вокзале. Я кое-как доковыряла до ночлежки. Там я часто грелась. Сердобольные бродяги покупали мне чай и пирожки. Именно поэтому я и упросила вас побыть с детьми. Куда мне было с ними идти? Да я и сейчас не знаю, что делать, если честно. Уговорила маму пока забрать их домой, хотя она в шоке, ругает меня. Говорит, вот тебе и заработала. Вместо денег теперь трое чужих малышей на руках. А сын как был инвалидом, так и остался. Теперь, когда Иван забрал детей домой, я уверена, что Лена рано или поздно от них избавится. Не нужны они ей. Вы думаете, я сумасшедшая? Я понимаю, все это я вам рассказала, оно выглядит как вред. Но подумайте, зачем мне было иначе сбегать? Мне по-прежнему нужны деньги на операцию сына. Какой мне смысл бежать? Зачем? Я бы одна все равно не подняла на ноги троих. Просто очень испугалась за малышей, ведь они ни в чем не виноваты, а могут пострадать из-за этой Лены. Аня была шокирована услышанным. Теперь ей стало ясно, почему Нина так странно себя вела. Женщина решила все рассказать бизнесмену и предупредить его об опасности. Домой она к нему идти не решилась. Поехала в офис. Адрес было найти несложно. Иван Данилович немало удивился, увидев приемной Анну Сергеевну. Тут же позвал ее в кабинет. Добрый день. Что привело вас ко мне? Вы, наверное, хотите узнать, как дети? Не беспокойтесь, все прекрасно. Лена оказалась чудесной мамой и отлично со всем справляется. Няня приходит, помогает. Я рад, что мои крошки дома. Они такие забавные, мне кажется, мальчики на меня похожи. Аня выдохнула и начала неприятный разговор. Я к вам с плохими новостями, Иван Данилович. После вашего ухода через день вернулась Нина и рассказала мне причину своего побега. За месяц до родов, когда вы были в командировке, ваша молодая супруга угрожала ей, заставляла прервать беременность, подсовывала какие-то таблетки, сказала, что ненавидит детей, и они ей не нужны. А когда Нина наотрез отказалась это делать, то Лена сказала, чтобы она убиралась прочь из города подальше, иначе ей не сдобровать. А еще ваша жена призналась, что рано или поздно все равно избавится от детей. Она их ненавидит. Так что Нине ничего не оставалось, как бежать. Она опасалась не только за жизнь детей, но и за свою собственную. Даже домой не рискнула идти, чтобы сына и маму не подвергать риску. Бедная скиталась месяц по вокзалам, ночевала в заброшенных домах, натерпелась прилично, и роды застали ее прямо на улице. Мужчина сильно разозлился. Что за бред вы несете? Эта психопатка вам что-то там наплела, и вы поверили? Это просто невозможно. Почему она в таком случае мне все не рассказала сама? Я не намерен ей ни копейки платить. Она грубо нарушила все условия договора, подвергла жизнь моих детей опасности, так что пусть радуются, что я еще в суд не подал. Смешно даже. Лена хотела убить своих детей. Да чушь это. Мы с супругой наконец стали счастливыми родителями. Лена каждый вечер, когда я прихожу с работы, не отходит от малышей. О какой ненависти вы говорите? Аня парировала. Ну, а зачем мне не вообще тогда было убегать? Сами подумайте. В чем смысл? Она ведь на лечение сыну зарабатывала так. Ребенку срочно нужно делать дорогостоящую операцию за границей. Эта беременность для нее была единственным шансом заработать такие деньги. Но из-за побега денег она так и не получила. Вам не кажется это странным? Зачем ей вешать на себя троих чужих детей, если она и одного родного еле тянет? Не знаю. Я ей верю. Не врала она. В общем, мое дело вас предупредить. А вы уж сами решаете, верить или нет. Всего хорошего вам. Иван Данилович крикнул ей вдогонку. Учтите, я вам не верю. Аня ушла. А Иван долго размышлял над услышанным и все же решил все перепроверить. Все и правда было очень странно. Всю беременность Нина вела себя идеально, а тут раз и сбежала. И правда зачем? Что ей это дало, кроме громадных неприятностей? Но, Лена, разве могла она так поступить за его спиной? Это кажется просто какой-то нелепостью. Лучше было перестраховаться. Мало ли. Иван установил незаметно камеры видеонаблюдения в детской. На кухне, в спальне. Везде, где бывали малыши с Леной чаще всего. Он решил, что хуже не будет. Заодно и няню на честность проверит. А то в наше время столько аферисток развелось. Он хотел быть на сто процентов уверен, что с его ненаглядными крошками все в порядке. Он любил безумно всех троих, и мальчишек, и доченьку. И не мог позволить, чтобы кто-то причинил им хоть какой-то вред. Слишком долго он шел к своему отцовству. Прошло пару недель. По вечерам, когда Иван был дома, Лена была образцовой матерью. Они вместе умилялись и играли с малышами. Придраться было не к чему. Мужчина даже удивлялся. Лена целый день с детьми, а выглядит, как с обложки журнала. Макияж, прическа, все при ней. Как только все успевает. Прошло пару недель. У мужчины наконец-то выдался выходной. Он вдоволь наигрался с малышами и сам уложил их спать. Жена тоже решила вздремнуть часик, а глава семейства вдруг вспомнил кое о чем. Бизнесмен, так и с праздного интереса, решил все же посмотреть записи в свой выходной, закрывшись в кабинете. Тут же ахнул. То, что он увидел, казалось ему чем-то запредельным. Обычный будний день. Супруга провела его на работу и тут же снова юркнула в постель. Включила телевизор. Дети уже полчаса сильно плакали в колыбельках, а Лена в это время преспокойно смотрела свой любимый сериал. Потом нехотя поднялась. Лишь плотнее закрыла дверь в детскую, так и не удосужившись подойти к бедным малюткам. При этом стала бубнить вслух. Ну, и чего эти спиногрызы орут? Я оглохну скоро. Как же они мне надоели, сил нет. Мне же и стала амука. Как привязанная сидит теперь возле них. Наверное, паперсы грязные. Представляю, какая вонь. Да когда же нянька придет? Скорей бы занялась с детьми, да на прогулку с ними укатила. Глаза б моих всех не видели. А потом у Лены зазвонил мобильный, и она совсем другим веселым и задорным голосом стала щебетать. Привет, зайчик. Могу ли я приехать? Конечно могу, уже собираюсь. Дети. Нянька скоро придет. Вот пусть и возится с ними. Ей за это деньги платит. Главное, чтобы мой осел ни о чем не пронюхал. По вечерам приходится изображать вселенскую любовь к детям. Ох, они меня бесят. Ужас. Клоны какие-то. Я вообще не различаю, кто из них кто. Приезжала супруга почти перед его приходом. Вся светилась, улыбка не сходила с лица. Она тут же кидалась к детям, изображала любящую мать и причитала. Ну, как тут мои крошки? Хорошо покушали? Как вы спали? Мамочка соскучилась. Полиночка, спасибо вам за помощь. На сегодня вы свободны. Жду вас завтра, как обычно. А то у меня столько дел накопилось. Придется снова уезжать. Вы ведь побудете с малышами? И так продолжалось всю неделю. Только муж за порог, и Лена тут же менялась, будто превращалась в другого человека. Это было чудовищно. Она была абсолютно безучастна к детям и считала минуты до прихода няни, чтобы побыстрее от них избавиться. Все было правдой. Она ненавидела малышей и лишь терпела их, скрипя сердце. Действительно, совершенно не любя. Мало того, она ему еще изменяла. Вот это поворот. Такого бизнесмен точно не ожидал увидеть. Иван сильно разозлился и вылетел пулей из кабинета. Супруга безмятежно спала. Улыбалась чему-то во сне. Он схватил ее за шиворот и поволок к монитору. Да, кричала и возмущалась. Ваня, в чем дело? Ты что, с ума сошел? Как ты смеешь так со мной обращаться? Я тебе такого никогда не прощу. Иван бросил ее на диван и включил запись. Лена смотрела на экран и постепенно менялась в лице. Все больше бледнела. От ее спесни осталось и следа. Она лишь молчала. Мужчина кричал. Потрудись-ка объяснить, хоть как тот, что я вижу. Хотя, что тут объяснять? Лично мне все и так понятно. Ты дрянь. Оказывается, наши дети тебе не нужны. Мало того, что ты мне изменяешь. Я тебя ненавижу, Лена. Как ты можешь? Это ведь твои родные дети. Ты за неделю ни разу не произнесла слово дочь или сын. Называешь их эти. Женщина сначала стала плакать и пыталась вывернуться. Ваня, родной, ты все не так понял. Я просто сильно устала. Трое детей – это такая отверственность. Нет у меня никого. Это я подружке звонила. Не знаю, что ты там себе надумал, но я ни в чем не виновата. Я люблю и тебя, и детей. Честное слово. Иван совсем другими глазами смотрел на эту отвратительную женщину, которую так сильно любил. Решил пойти ва-банк. Это еще не все, Лена. Сор мама нашлась и подала на тебя в суд. Она утверждает, что ты ей угрожала, заставляла избавиться от детей, вынудила ее сбежать. И у нее есть тому доказательство. Да и свидетель нашелся. Так что скоро ты, милая, сядешь и сядешь надолго. А я и пальцем не пошевелю, чтобы тебя оттуда вытащить. Лена сильно испугалась. Пот выступил на лбу. Иван понял, что все это правда. Нина не врала, а супруга стала лепетать. Она ничего не докажет, этого просто не может быть. Никто не мог слышать этого разговора. Мы были с Ниной одни в доме. Разве... Неужели Зина кухарка подслушивала? Вот гадюка против хозяйки пошла. Ваня шутила. Это все было в шутку. Ты же спасешь меня. Мне нельзя в тюрьму, я там не выживу. Умоляю, спаси меня. Иван просто поражался цинизму супруги. Она совсем не раскаивалась содеянным. Все, что ее волновало, как бы не сесть в тюрьму. А на то, что из-за нее могли погибнуть их родные дети, ей совершенно было плевать. Он спросил. Скажи только честно, хоть раз не ври. Зачем ты за меня вообще замуж вышла? Неужели все только ради денег? Ты что, меня ни капли не любила? Сама ведь вроде переживала, что у нас детей нет. Зачем это ложь? И почему ты все же отказалась сама вынашивать детей? Лена вдруг поменялась в лице, гневно на него посмотрела и выпалила. Ты хочешь знать правду? Слушай, теперь уж мне терять нечего. Единственный человек, которого я искренне люблю, это Влад. Именно поэтому я и не хотела вынашивать твоих детей. Понимаешь? Твоих. А от Влада я хотела бы иметь ребенка. Нашего. Общего. Это была моя мечта. Но ты все испортил, наняв эту уличную девку. Все мои планы полетели коту под хвост. Я с самого начала их ненавидела. Ясно тебе? Все то время, что Нина жила у нас, я наблюдала, как растет ее живот и с ужасом понимала, что абсолютно не чувствую себя их матерью. Ни капли. Почему я вышла за тебя замуж? Да потому, что это был мой единственный выход выбиться в люди. Разбогатеть. Тебе ведь не понять, как это перебиваться от зарплаты к зарплате. Занимать деньги. Ты знаешь, поначалу я пыталась тебя полюбить, правда. Думала ничего, стерпится, слюбится, но все изменилось в ту минуту, когда я встретила Влада. Именно поэтому я продолжала жить с тобой, а душой отдыхать с ним. Детей от тебя я никогда не хотела. Поэтому меня вполне устраивало, что у тебя проблемы с зачатием. Все рухнуло, когда ты, как заведенный, стал твердить, что мы отдаляемся, теряем друг друга. Думая, что причиной тому отсутствие детей. И тогда я подыграла тебе, чтобы ты не заподозрил меня в измене. Я стала наблюдать беременность Нины. До меня стало доходить, что все, скоро на свет появятся мои и твои биологические дети, а я их совсем не хочу. Не полюблю никогда. Я понимала, что это ненормально и пыталась как-то внутренне себя переубедить, но ничего не вышло. Тот мой с нею разговор о прерывании беременности был скорее от отчаяния. Я злилась и не знала, как все это прекратить. Знаю, это чудовищно, но я никогда не смогу полюбить этих детей. Иван был в шоке. Тихо ответил. Все, что ты сейчас рассказала, просто не укладывается у меня в голове. Все это время я жил с монстром, с оборотнем под одной крышей. Ты не мать, ты чудовище. Хорошо, что хоть сейчас я узнал всю правду. Неизвестно, что тебе бы еще в голову пришло. Ты сейчас же собираешь свои шмотки и уезжаешь подальше из города. И чтобы духу твоего в этом доме больше не было. Катись к своему Владу. Мне такая жена и даром не нужна. Я ясно объяснил. Мы разводимся. Лена закивала головой. А я точно не сяду. Ты ведь уладишь. Ты же можешь, у тебя связи. Я согласна, уже ухожу. Прости меня. Я правда не могу себя заставить полюбить этих малышей. Вот смотрю на них и ничего не чувствую. Они меня только раздражают. Я не готова всю жизнь с ними возиться. Нам и правда лучше развестись. Лена ушла. Иван схватился за голову. Еще пару недель назад он считал себя самым счастливым семьянинами отцом, а сейчас его личная жизнь разрушилась на глазах, рассыпалась на миллионы осколков. Это трудно было осознать, но грустить и хандрить с тремя малышами на руках ему точно было некогда. Полина на сегодня взяла выходной. Дети голосили один громче другого. Он бегал по дому, как заведенный, пытаясь их по очереди мыть, переодевать и кормить, а в доме был полный кавардак. Все просто валилось из рук. Вдруг в дверь позвонили. Мужчина чертыхнулся. Кого там еще принесло? Как же все не кстати. Мне сейчас только гостей не хватало. И пошел открывать с Милочкой на руках. На пороге стояла Аня с огромным пакетом в руках. Здравствуйте, Иван Данилович. Вы уж простите, что без приглашения. Не удержалась, решила все же лично приехать и убедиться, что у вас все в порядке. Что дети в безопасности? Я ненадолго, не волнуйтесь. Вот, гостинцев малюткам привезла. Мужчина облегченно выдохнул и очень обрадовался гостье. Анна Сергеевна, я рад, что вы заехали. Как же я рад. Я тут что-то совсем зашиваюсь. Вы проходите. Саша все время плачет, почти не спит. Голова вроде не горячая, а что такое, не пойму. За ним и вся братья плакать начинает. Это какой-то дурдом. Аня первым делом вымыла руки и прошла в спальню. Раздела, Сашеньку осмотрела, потом улыбнулась и поцеловала его нежно в щеку. Все ясно. У Саши колики. Животик болит. Видите, какой он напряженный. Ничего страшного. У мальчиков такое часто бывает. У девочек реже. Значит так, сбегайте в аптеку и купите вот этот препарат. Будем его давать мальчикам по чуть-чуть. Поможет. Проверено. Так. Кто у нас так закапризничал? Кто папе шороху задал? Мои сладкие, хорошие. Как же я за вами соскучилась. Иван пулей съездил в аптеку и все купил. Вернулся и глазам не поверил. Аня гладила кучу стираного детского белья, а малыши огукали в колыбельке. Чина даже рука не сплеснул. Да вы волшебница. Надо же, как вы положительно на малышей влияете. Тишь да благодать в доме. Спасибо. Будь моя воля, я бы вас никуда не отпустил. Аня засмущалась, а потом не выдержала и спросила. Вы уж простите, что я тут хозяйничаю без спроса. Просто Коленьку нужно было переодеть, а глаженных распашонок я не нашла. Вот и решила немного помочь. Так сказать, по-дружески. А где же ваша супруга? Ниа некуда делась. Что же это вас, женщины, одного с детьми оставили? Иван вздохнул и ответил. Полина сегодня отгул попросила. Личные проблемы. Завтра с утра придет, а Алину я выгнал. Мы разводимся. Нина была права, спасибо ей и вам, что уберегли моих крошек от этой страшной женщины. После разговора с вами я долго думал и все же решил перестраховаться и установил скрытые камеры по дому. А когда посмотрел запись, через неделю обалдел. Она и правда ненавидит детей. Я вынудил ее во всем признаться. Она проговорила, что правда угрожала Нине. Стала, конечно, изворачиваться, что, мол, это все было не всерьез. Мало того, Лена мне еще и изменяла, причем явно это было не в первый раз. А я-то дурак ни о чем не подозревал. Любил ее, берег. Ну а после такого, как я буду с ней жить? Я-то думал, она так же, как и я, горюет без детей. Стремится их обрести. А оказывается, дети вовсе не входили в Ленины планы. Я был для нее только мешок с деньгами. На которые она развлекалась и жила припеваючи. Представляете, она даже обрадовалась, когда я велел ей убираться. Быстро собралась. На малюток даже не посмотрела на прощание. Умчалась на такси. Видно, не нужны мы ей совсем. Вот так-то. Аня покачала головой. Понимаю, это тяжело, когда передают в самые близкие. Мне это знакомо. Мой муж, зная, что я бездетна, ни в какую не хотела взять ребенка из приюта. А вместо этого бросил меня и ушел к молодой любовнице, которая родила ему сына. Я себя чувствовала униженной, раздавленной. Так что вполне понимаю ваши чувства. Но вам, в отличие от меня, повезло. У вас трое ангелочков. У вас есть смысл жизни. Я бы все на свете отдала, чтобы иметь детей. Знаете, признаюсь честно, я так привязалась к малышам за месяц, пока с ними сидела что. И правда поверила, что я их мать. Какое же это счастье целовать носики, щечки. У детей особая аура. Она душу лечит. Иван вдруг совсем по-другому посмотрел на Анну. Спасибо вам за помощь, поддержку и за понимание. Вы приходите в наш дом почаще. Его двери для вас всегда открыты. Мы с детками вам всегда рады. Я вот как раз хотела выходные с малышами в парке погулять. Уже и коляску прогулочную купил. Видели, в коридоре стоит целый паровозик. Если хотите, присоединяйтесь к нам. Одному мне точно не управиться. Да, еще, самое главное забыл сказать. Пусть Нина мне передаст номер счета в банке. Я ей перечислю положенные расчеты за суррогатное материнство. Еще и премию добавлю. Теперь я понял, она ни в чем не виновата. Более того, я ей теперь даже благодарен, что спасла детей. Тем более, ей деньги сыну на операцию нужны. Так честно будет. Надеюсь, ее сын поправится, и Нине больше никогда не придется зарабатывать таким образом. Анна Сергеевна тоже совсем по-другому теперь смотрела на Ивана. Зауважала его за честность и за порядочность, за искреннюю любовь к детям. Нина была счастлива, получив всю сумму на карту. Она летела домой, как на крыльях. С порога стала обнимать сына и кричать на всю квартиру. Илюша, сыночек, помнишь, я тебе обещала, что ты встанешь на ножки и будешь бегать, как раньше? Так вот, я нашла деньги на операцию. Мамуля, ты можешь в это поверить? Отец детей таки сжалился, простил мне побеги, выплатил все до копейки. Еще и больше, чем нужно. Теперь мы точно Илюшу вылечим. Завтра же начну обзванивать клиники. Готовить документы буду. Это все благодаря той акушерке, что у меня роды принимала. Я таких людей еще не встречала. Она мне так помогла. И с детьми тогда посидела, и с бизнесменом поговорила. Убедила его, что я ненарочно контракт нарушила. Я Анне Сергеевне теперь всю жизнь буду благодарна. Уже через месяц Нина с сыном вылетели в Германию. Мальчику успешно сделали операцию, потом была долгая реабилитация. Но самое главное, Илюша стал сам ходить. Нина часто звонила Анне Сергеевне. Они подолгу общались, и каждый раз она заканчивала разговор одинаково. Спасибо вам большое, Анна Сергеевна. Храни вас Господь. Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали. Вы теперь точно ангел-хранитель для нашей семьи. Нина с мамой решили продать квартиру и уехать жить к морю. Купили небольшой уютный домик в поселке и переехали туда навсегда. Это была самая заветная мечта. Каждый день гулять по побережью, слушать шум прибоя и вдыхать пряный морской воздух. Женщина верила, а там у нее начнется совсем другая жизнь. И мама обязательно поправится. Нина правильно сделала, что не стала вмешиваться в жизнь Ивана. Спрашивать о детях или пытаться их увидеть. Она понимала, что лишь помогла им родиться на свет, но родители у малышей совсем другие. Хотя это решение далось ей, ох, как нелегко. И она твердо решила, что больше никогда не будет так зарабатывать. У Анны Сергеевны с Иваном постепенно завязались близкие отношения, ведь они оба просто обожали Сашеньку, Коленьку и Милочку. Растили их теперь вместе. Али она отказалась от родительских прав. Собственно, ручно все подписала. Пара сыграла свадьбу, и теперь Аня стала мамой малышей на законном основании. Она ни секунды не колебалась, усыновила и удочерила всех троих детей. О таком счастье она и мечтать никогда не смела. Думала ее уделка ротать век вдвоем с котом Мурчиком. Теперь и он стал членом большой семьи и всеобщим любимцем. Лена ушла в декретный отпуск и все себя отдавала малышам. Она обожала играть с ними, пела колыбельные, самоотверженно не спала ночами, когда малыши болели. Часто не высыпалась, уставала, но все эти хлопоты были ей в радость. А Иван не мог надышаться на свою жену, любуясь, как у нее все ловко выходит. И в дом в чистоте, и дети в заботе, и на мужа время вечером остается. Мужчина теперь искренне недоумевал, как же он был слеп, когда жил с предыдущей женой. За что он ее вообще полюбил. И благодарил вселенную, что его малыши тогда попали именно к Анечке в руки. Лучшей жены и мамы, чем она трудно было себе представить. Аня даже внешне сильно преобразилась, хотя, казалось бы, с детьми забота выше крыши. Порой и в зеркало некогда посмотреть. Но ее изнутри переполняло такое счастье, что глаза сияли, и улыбка не сходила с лица. Выглядела она прекрасно даже без макияжа. А когда малыши впервые потянули к ней руки и впервые произнесли «мама», Аня даже прослезилась. Как же она ждала эти слова всю жизнь, так мечтала их услышать. С Иваном у них как-то сразу заладилось. Он во всем ей помогал, а по ночам крепко обнимал и шептал на ухо. Как же я счастлив, что ты появилась и в нашей судьбе. А в роддоме история Анны Сергеевны передавалась теперь из уст в уста. Все просто удивлялись, как, приютив чужих троих младенцев, незнакомой нищенке, она смогла обрести свое личное счастье и найти богатого мужа-бизнесмена. Даже бывший муж Славик, узнав о таком повороте событий, искренне пожелал ей счастья. Наконец-то его перестанет мучить совесть от того, что он так бессовестно с ней когда-то поступил. Раньше, когда они случайно пересекались по работе и Славик видел глаза Анне, полные невыразимой тоски и безнадеги ему, становилось как-то не по себе. Как ни крути, он предал ее, бросил одну в угоду своему личному счастью. Теперь же весь персонал роддома только и шептался о том, как радуется Анне материнству и какой хороший муж ей попался. Пусть так и будет.